Жизнь профессора Леонида Садонскиса оборвалась на пике его формы. Ни одно значимое мероприятие в эти дни не проходило без его участия, а сам философ был словно предохранитель между разными лагерями. Придерживаясь европейских взглядов, будучи сторонником западной модели развития ритвы, он, тем не менее, никогда не позволял себе категоричных и безоперационных высказываний в адрес своих оппонентов. Он был признанным грандом и философии, и политики, и других наук, а ритм последних лет оставался поистине сумасшедшим. Леонида Садонскис по собственному признанию мечтал отдохнуть. Сегодня он должен был отправиться в Санкт-Петербург, и мечтал об этой поездке по собственному признанию уже давно. В России профессор не был с начала 90-х. Хотел посетить Эрмитаж и спектакли в Большом драматическом театре, где надеялся увидеть игру Алисы Фрейндрих и Олега Басилашвили. Рано утром в аэропорту перед рейсом сердце философа остановилось. Ему было 54 года.